Мы поговорим о Карельской. Знаете, тут что хочется сказать. Не стоит думать, что в Карелии какая-то другая сосна, не такая, как, например, в Сибири или в центральной части России. На самом деле, когда говорят «карельская», говорится только о местности произрастания той же самой сосны обыкновенной. Так вот, почему же все-таки выделяют так отдельно, как маркетинговый ход, что ли, к Карельску? Здесь причин две. Во-первых, считается, что экология имеет большое влияние на качество древесины, поэтому чем более чистой будет местность, где дерево заготавливается, тем выше будет качество древесины. Но тут, знаете, позвольте не вполне согласиться с этим мнением. Предположим, дерево в чистой местности не станет накопителем вредных элементов и их соединений. Но у древесины полно пороков, которые связаны только с различными эпизодами в жизни дерева. Говорят еще, что в Карелии и Архангельской области растут особо прямые и высокие сосны. Но если вы будете брать продукцию экстракласса, то она вся и так будет без дефектов и пороков. Вы же не будете покупать кривые сосны, потому что они не карельские. Древесина экстракласса будет в любом случае чистая, гладкая, и неважно, откуда она родом из Карелии или из Подмосковья. Или еще откуда-нибудь. Еще говорят, что деревья из этой местности обладают повышенной прочностью и стойкостью к гниению. Ну, что тут скажешь, не будем комментировать. И еще одна причина, почему так ценят карельскую березу. Карельскую сосну. Вот, оговорился. Карельскую сосну. Часто карельской сосной называют аналог лапландской сухостойной сосны кело. Бани, из которой приобрели особую популярность в Финляндии. Но в этом случае стоит уточнять, какую именно баню из карельской сосны вам предлагают. То есть, что они, и просто сосна из Карелии, или это кело. Ну, хотя цена на живое и мертвое дерево очень разная. И тут вряд ли вы ошибетесь. Ошибиться практически невозможно. И вот теперь мы плавненько переходим от карельской к кело. Сухостойная сосна кело. Что за кело? Надо полагать, название финское подразумевается сухостой. Русские называют его сухарником или сушняком. Ну, надо полагать, когда на ценнике написано сухостойная сосна кело, то продается лучше. Кто-то скажет, что настоящая сосна кело добывается только в Лапландии. Кто-то расширит ее ареал до всего, что можно найти за полярным кругом. Но, в принципе, суть такова. С возрастом корневая система дерева, выросшего в условиях длинной и холодной зимы, может потерять жизнеспособность. Тогда ударит особо сильный мороз, и корни просто умрут. А когда умирают корни, дерево остается стоять, но при этом питание оно уже не получает, поэтому умирает стоя, постепенно высыхая. Со временем образуется древесина, которая высохла в естественных условиях до приемлемого в строительстве уровня. Могут быть и другие причины смерти дерева. Низовой пожар или вредители. В первом случае еще пригодное оно будет для строительства бани, во втором, если вредители, то категорически нет. Добыть сухостой проблематично. Находятся сухие стволы в труднодоступных местах. Их мало. Да и качество у них такое, что нужен зоркий взгляд специалиста, чтобы определить тот ствол, который стоит усилий по его извлечению и транспортировке, который, к примеру, на вертолете. В итоге получается штучный товар. Вот отсюда его высокая цена. В чем могут быть проблемы с древесиной кило? Прежде всего в живности. Не правда, что насекомые не любят мертвое дерево. Знаете, если бы не любили, то не заводились бы они тогда и в домах, и в мебели. Наоборот, насекомые в природе – это часть экосистемы, которая перерабатывает мертвые стволы. Для того насекомые и созданы, чтобы перерабатывать, ну, те насекомые, которые едят деревесину, для того и созданы, чтобы перерабатывать мертвые стволы. Поэтому глупости говорить, что сухостой имеет иммунитет против насекомых. Нет, конечно, сухостой для них и дом, и пища. И ствол, и дом, как в басне сказано. Из кило строят дома и сауны состоятельные финны. Годится ли это дерево для русской бани? Да, годится. Но термически обработанная сосна будет лучше. Потому что у нее не только влажность минимальная, но и смола уже перестает выделяться. А вот, кстати, смолу древесина кило выделяет очень даже неплохо. Так же, как и обычная сосна. Это точно. По усадке кило лучше материала, прошедшего обычную сушку. Но термодревесина тоже не дает усадку. Так что и то, и другое можно вводить в эксплуатацию сразу после постройки. Как уже говорилось, на территории России обычно предлагается аналог финской кило – сухарник из карельской сосны. Выразим надежду, что спецы, отбирающие стволы, не хуже европейских. Потому что важный плюс кило – это экологичность. Эту сосну не надо обрабатывать антисептиками. А если приходится избавляться от насекомых, то плюса как не бывало. Кстати, обратите внимание, есть еще подделка. Это когда дерево убивают, обдирают кору и дают подсохнуть некоторое время. Срок такой сушки не сопоставим со сроком естественного высыхания. Когда кило на болоте стояло десятки лет, высыхало, это совсем не то же, что на какой-то короткий срок положили сохнуть древесину и потом выставляют ее как кило. В итоге получается практически обычное бревно, которое и усадку даст, и поведет его, может оно выкрутиться. Так что обращайте на это внимание, не дайте себя обмануть. Бывает еще, что предлагается относительно дешевый сухарник с дефектами в виде ходов насекомых, к примеру. К тому же срубленный где-нибудь в Подмосковье. Но когда люди наслышаны о кило, то тогда любой сухостой вдруг становится ценным. Не верьте, не все мертвое дерево хорошо, а только некоторое. Остальное как было отходами, так и остается. Субтитры создавал DimaTorzok